Ну что же, давайте знакомиться с нашим сегодняшним гостем, педагог дополнительного образования Красноярского края Дворца Пионеров Максим Филиков у нас с утра пораньше. Доброе утро! Доброе утро! Прекрасно! Мы сегодня решили пригласить вас вот по какому случаю. Что же такое автомодельный спорт? Ну, лето, да? Можно вот такие аппараты вынести на улицу и не бояться, что они застрянут в снегу, разве что только в грязи, да, ими управлять. Я знаю, что в вашем клубе есть совсем маленькие, юные, которые своими руками начинают делать, а потом уже переходят вот к таким серьезным аппаратам. Ну да, автомодельный спорт, он обширный. То есть можно там от маленьких, от простых моделей, можно до больших заниматься. Но когда дети к нам приходят, так как у них руки еще не совсем умеют работать с инструментами, они вот делают вот на примере вот такой трассовой машины. Такая трассовая машинка может поехать? Да, есть специальная трасса в помещении у нас находится в лаборатории, где дети вот они собирают изначально из кучи деталек, да, и потом запускают, соревнуются между собой. Любому папе тут видно, что ничего сложного нет, правда ли? Самое главное, наверное, кузов сделать, да? Кузов, ну, здесь вот покупное, только у нас получается моторчик-шестеренка, это из от настоящего автомобиля, привод центрального замка в дверях, что стоят. Вот, разбираем этот привод и прикрепляем сюда моторчик-шестеренка. Расскажите о деле про этот кузов, из чего он сделан, смотрите, какой классный. Кузов тоже делается по методу вакуумной формовки, то есть есть деревянная болванка из фанеры наборной, вот, покупается там, ну, все покупают лель, ну, какую-то газировку, да, вот, бутылка остается полуторалитровой, например, вот, и на болванку мы надеваем, термофеном обдуваем, она обтягивается. Получается форма, да, лишнее обрезаем и потом закрепляем. Ну, а там уже фантазия детей, как они либо разокрашивают, либо обклеивают, либо там фломастер, ну, то есть кто как, на что гораздо. Мартин, а в чем же заключается, в чем же заключается работа, в чем же заключается работа вот вашего клуба? Вы рассказываете, как правильно ездить, не нарушать правила движения, или же все-таки, как устроен автомобиль в целом? Так, ну, вот, когда дети пришли, да, первоначально, они вот получают умения, навыки работать с инструментами, вот. Когда они уже какой-то период проходят, отточили свои навыки, умения, да, то есть кого затянуло это дальше, они переходят на радиоуправление. Ну, с радиоуправлением уже тут, да, то есть уже ближе к настоящему автомобилю по конструкции. Вот, дети уже изучают там рычаги, что такое подвеска, то есть как она работает, то есть очень близко к настоящему автомобилю. В каком возрасте уже можно такую информацию давать детям, и они усваивают ее? Дети, конечно, разные сейчас, вот, приходят от четвертого класса до, там, девятого класса, десятого. То есть, ну, понятно, чем старше ребенок, тем более такая информация должна, ну, более обширной быть. Вот, ну, в основном пятый класс, вот, и потихоньку даем информацию, там, и по правилам дорожного движения. У нас на территории Дворца Пионеров есть трасса для радиоуправляемых автомобилей, вот, и дети покупают, кто заинтересовался, обслуживают, там, ну, вот. Ну, и устраивайте, конечно же, заезды с призами, подарками, куда без них. Да, есть, есть у нас соревнования проходят, лето, как раз правильно вы сказали, что самая сейчас активность начинается, зимой у нас тоже проходит, но не так часто, вот, а летом сейчас будет очень часто. Вот этот автомобиль самый большой, это уже, наверное, что-то такое серьезное, это для самых старших ваших. Ну, это у нас бензиновая, пятый масштаб идет, это уже изюминка нашей коллекции, вот, на ДВС-ном двигателе двухтактном, то есть дети как раз изучают двухтактный двигатель, да, как он работает, двигатель похож, как вот все в обиходе, триммер, газон, бензопилы, да, газонокосилки, вот, все, и обслуживают также, то есть поршень, шатун, ну, все, как он, он настоящий. Давайте коротко об этой модели, покажем ее в действии, что мы себе представляем, вот, это сборная, да, вещь? Это сборная, но детали покупные, вот, все радиоуправляемые модели, они покупные, вот, их собирают, вот, и в процессе уже эксплуатации обслуживают их, смазывают, дифференциалы изучают, там, смазка, подвеска, то есть в амортизаторах масло есть разной вязкости, ну, уже подбираешь, в зависимости от трассы, какой вязкости масло надо. Какова, да, то есть на поворотах, то есть скоростная трасса, либо нескоростная, то есть более техничная, то есть тогда максимальная скорость здесь не нужна, здесь побольше тяги надо, это уже передаточное соотношение, там, шестеренка, спор, пеньон, ну, то есть много технических моментов, ну, и детям потом помогает уже, в настоящем, у папы есть автомобиль у большинства, да, и в гаражах уже, уже ребенок. Может, сам отремонтировать любой автомобиль. Дай попробую. Ну, что-то похожее. Да, попробуем. Наш полигон подойдет для этого? Да, полигон подойдет, значит, сейчас мы на электрическое, у нас модель, там, батарейка, электромотор, вот, запускаем. Вот, какая резвая машина. Ну, это, конечно, не ее настоящая стихия, то есть это, у них специальные трассы для таких соревнований. Ну, это, наверное, какой-то гладкий покрытый, да, должно быть? Ну, это класс оффроудный, то есть не асфальт, конечно, ну, суглинок, песок, глина, то есть плотный, вот, по камням, конечно, тяжело, и, ну, помню. Какую максимальную скорость может такая машина развивать? Не догонит. Если задаться целью, да, то можно там и до ста километров в час ее разогнать. А сейчас у нас сколько километров? Как вы припарковали четко? Слушайте, а чтобы добавлять такой машиной, нужно же тоже поучиться долго потренироваться? Да, то есть дети, когда вот начинают изучать радиоуправление, да, то есть мы выходим на трассу, ну, все же сразу умеют ездить, да, у всех есть радиоуправляемое. Ну, когда на трассу запускаешь, когда нужно по определенной траектории это ехать, да, вот, ну, у детей начинается, они вот виляют, особенно, когда зеркальное управление, когда машина на тебя едет, когда уже лево рулишь, а она вправо поворачивает почему-то. Ну, то есть вот, чтобы в голове перестраивалось вот это. Вот, и все, мы тренируем правильно прохождение поворотов в вираже, как вот на автомобильных настоящих гонках, то есть по внешнему радиусу, либо по внутреннему радиусу, вот. У вас такой серьезный пункт, пульт дистанционного управления, расскажите, пожалуйста, как он работает? Пульт, да, то есть они тоже отличаются по функционалу, да, ну, это вот такое среднего класса аппаратура, можно подключить сюда несколько моделей, ну, на данный момент у нас две модели подключены на него, я сейчас просто переключаю на большую модель, вот, и мы запускаем. То есть, ну, функции по настройке уже самой автомобиля. Сколько такой пульт может стоить? Ну, сейчас, с нынешними курсами, там, нюансами, ну, в пределах, где-то 10-15. Давайте заводить самый большой агрегат, который называется Пчелка, автор наверняка тоже у этого автомобиля есть. По названию это вот отдельная история, то есть я когда, ну, обклеил вот этот кузов желтым цветом, значит, ну, так как она жужжит, дети назвали ее Пчелка, то есть, ну, как пчела жужжит, вот, ну, почему бы Пчелкой нам и не обозвать ее, да, вот, Пчелу приклеили на лобовое стекло Пчелка, вот, и все, давай. Попробуем. Она будет громко, да, сейчас работает? Спасибо. Вот, ну, это вот уже изюминка уже для более взрослых детей. Эту машину, этот автомобиль можно впускать по любой трассе, да, и дороге практически? Ну, более, да, более ровно, конечно, можно и по, где кочки есть, ну, в пределах разумно, конечно. А боятся ли такие модельки воды? Ну, понятно, что механизмы ничего страшного, вот управление само. Вот, электроника, она, как правило, влагозащищенная, если ты, вот, хорошо подготовил машину, загерметизировал электронику, да, то, в принципе, дождь не страшен. Мы же, когда соревнования проводим, по прогнозу, мы, ну, сильно не, ну, то есть, издалека ориентируемся, да, какая будет погода, но если вдруг пойдет дождь, да, как это было, бывает частенько, то мы ездим в грязи полностью, по уши в грязи. Вот, машины и люди сами, там, руки грязные, то есть, ну, получаешь... Ваша стихия. Татьяна-то вышла не для того, чтобы пообщаться, но и для этого тоже. Дайте ей порулить. Я совсем не умею, не умею управляться. Ну, ничего, ничего. Давайте сейчас на электричество... Да, подешевле ей дайте что-нибудь, да, если что-то и случится, то не так будет обидно. На каком, на пятом, на втором, на восьмом ездит-то наша пчелка? Значит, ну, можно 98-й, 95-й бензин, можно 100-й кто-то, кто-то уже это... Да, то есть, ну, в любом случае смешивается масло, вот, так как это двухтактный двигатель, опять же, по особенности конструкции этого двигателя. Вот, и, пожалуйста. Татьяна, вперед. Сейчас мне объясняет, как это управляться. А ты сама попробуй. Значит, берем в левую руку. Берем в левую руку. Указательный палец на курок вот сюда. Курок, это значит, поехали, да? На себя вы потихонечку нажимаете, и она начинает ехать. Руль у нас вот это колесо. Вот, потихонечку тоже крутите. Когда мы детей обучаем, у нас первое упражнение, это потихонечку проехать траекторию трассы. Вот, чтобы ребенок научился контролировать газ, чтобы, ну, тихонечко нажимаешь, да, она машина медленно едет. Что такое? Прямо девочка моя. Я говорю, чтобы до Комсомольского не летал. Слушайте, я что-то... А сзади доход есть где? Назад. То есть от себя два раза. То есть один раз нажимаете, и второй раз нажимаете от себя, и она поедет назад. Давай-давай, покажи, как ты на работу едешь. Ах, теперь надо по прямой, когда получится. Поехали, моя девочка, на работу, на работу. Ой, не в ту сторону. Тут еще надо право-лево разобраться. Ну да, то есть когда машина на себя едет, на пилота, да, тут уже переключается вот тут в зеркальную, в зеркальную... Смотри, как я гоняю, Ваня. Да, Танечка, мы надеемся, что в скором времени все-таки этот сфер как-то благоустроит, сделают красивым, и мы вас еще раз пригласим. Согласны? Обязательно, зовите, конечно. Да, мы будем экспериментировать. Спасибо, это было отличное. Будем пробовать. Благодарим Максима Зелякова, педагога дополнительного образования Красноярского краевого дворца пионеров. Ну что же, удачи вам и вашим воспитанникам. Пусть все будет хорошо. Спасибо, всего хорошего.